Девушки отдыхают Размораживают тебя через триста лет Открываешь ты глаза и... Открываешь ты глаза и... Что это ты делаешь? Вставай, покажу Смотри, видишь, деревья уже совсем застыли А ночью будет еще холоднее Тогда я делаю вот так И там в дереве появляется сахар Ну сок такой Оттает немного, идет по всему дереву вон туда Ему становится тепло-тепло Никакой мороз не страшен Ври Опять не верит Сам попробуй и поймешь Какое дерево принимает тепло, а какое нет У меня, видишь, замерзли Еще совсем отморозишь Как потом играть будешь? Хватит, наигрался уже Слушай, ну Не хочешь к себе идти? Пойдем к нам У нас тепло, хорошо Картина, ну идем Ты же совсем синий Не тяни ты меня, я не синий Я рыжий Какой? Ну рыжий, рыжий, видала? Угу Надень, надень Ну что, дразнит, да? Ну дураки и все Не обращай внимания Меня из школы хотят выдать Из меня Лидии Ивановой Вообще жизнь Я так и знала Что у тебя неприятности Неприятности Директор сказал Скрипка скрипкой А математика математикой Слышать ничего не хочу А Лидии Ивановой ему Не нарушайте воспитательный процесс Сама разберусь А он ей Могли бы не делать мне замечаний При учениках Но тут они поругались И вообще про меня забыли Она справедливая? Лидии Ивановой Да ну их все А директор позвонил Матери на работу Она пришла домой и говорит Разобью эту скрипку Об твою голову И ты ушел? Замерзну тут лучше Ну у тебя мать плохая? Да нет Просто мать Да очень Я ей надоел Да ему никому не нравится Я привык играть в ванной Я даже заткнул дырочки в дверях Ну внизу Для вентиляции что ли Ну все равно услышно Ну у меня там лучше получается Резонанс Ну а они? Ну слушай Пойдем все-таки к нам У нас тепло Хорошо Идем Здравствуйте Вы смотрите программу Моя планета В студии Мария Шматкова Сегодня у нас в гостях Театральная студия Дебют И главный режиссер Наталья Валерьевна Примак Здравствуйте 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 ребята Здравствуйте Очень рады видеть вас В нашей студии продолжаем Тему театра Все-таки 2019 год Год театра Театра Да Поэтому будем о нем Говорить много С удовольствием Потому что всегда есть О чем поговорить Наталья Валерьевна Конечно Сегодня ребята присутствуют Здесь не случайно Состоялся показ Спектакль Девочка Где ты живешь Очень бы хотелось Сегодня поговорить Об этой работе Почему была выбрана Вами Именно эта пьеса Эта пьеса Выбрана Не случайно И не первый раз Что самое интересное Потому что Михаил Рощин Замечательный Советский драматург Советский Так случилось Что вся его Основная деятельность Проходила во времена Советские Но тем не менее Это не мешало ему Затрагивать вечные темы Темы дружбы Любви, теплоты Человеческих отношений И поэтому мы обратились С ребятами К этой пьесе Девочка Где ты живешь Еще у нее есть Второе название Радуга зимой Вот эту радугу зимой Старается создавать Девочка Главной героини Которой играет Дашенька Росновская Потому что Она очень теплый человек И ей все время Хочется помочь Окружающим Как только она видит Что что-то не так Она тут же бросается На помощь Вот Кроме того В этом В этой пьесе И в этом спектакле Есть и герой Вокруг которого Все события происходят Это мальчик Которого она Случайно Встречают Замерзающим В парке Он очень расстроен Вообще В возрасте В этом Вот когда 12-13 лет Очень многие проблемы Кажутся глобальными Кажутся глобальными Все Никто не понимает Никто не ценит Вообще Не хочет Вникнуть В положение Вот оказывается Рядышком Такая девочка Которая хочет И вникнуть И хочет И помочь Ну это ребята Увидят В спектакле Но что еще Интересно Урочина Там есть и взрослые Персонажи И естественно Ребята Школьники Но взрослые Персонажи Тоже очень Своеобразные И тоже Проходят Разные Линии Сюжетные Взаимоотношения Дядя Тетя Старшая Сестра И раз И два А мы в бане Все в бане Ходится Отсталый Народ И раз Спортсмена А мы лучше Нарисовали В парке Мы у нас Повесили А Катьке Вашей Будет Сегодня Ей Тетя Кланя Даст Не твоего ума Чего мне рисовать Иди отсюда Ну Подумаешь Я пришел Что у вас там Чайники Чайник Так бы сразу И сказал А меня Отец Теперь боится Трогать Я как разряд Получил Так боится Упражнение Седьмое Художник От слова Худа Только и знает Что одну Ряду И писовать Во Видели Зачем это Художники Ну Какая Художников Путь То ли дело Спортсмен И Раз Татя Анна Мария Я на Марине А Сударь Вот вы Где Ну На какой Странице На Семь Десять Только не Врать Ты чего Я Когда я Врал На Какой На Семь Десять Шестой Так Вчера На Семь Десять Третий А Сегодня На Семь Десять Шестой Прогресс А я Предупреждал Предупреждал Я Предупреждал Защищайтесь Да не надо Болот Ну Не буду Больше Сила Раз Ловкость Два Ага А книжки Читаю Дайди Дураки Ну Дядь Болот Ну Не надо Ну Не буду Я Больше Девчонок А бежать Слабых Это вы можете Ну Я не умею Это я вам Мужки Тер Мужки Тер Мужки Тер Это уж Только Ага Тиши Вы У вас здоровые Дурни А этот Та Ученый Чимон Только Ученый Но Еще Кроме Того Есть Вот Почему Здесь Наденька Пилипонович Присутствует Не случайно Есть Персонажи Полусказочные Полусказочные Если Они Даже Реальные Надюша Расскажет Об этом Персонаже То Фантазия Кати Кати Превращает Их В сказочные Они Расговаривают Они Возмущаются Она Тема Занимается Что Окрашивает Серую Обычную Жизнь Разные Краски Абсолютно Радуга Зимой Я говорю Да И кроме того Она себе Придумала Потрясающее Имя Анна Мария Анна Мария То есть Вы понимаете Какая Библейская Какая Великая Причем Это Ребенок Делает Видимо Интуитивно Вот Интуитивно На каком-то Таком Почему Была Выбрана Для Этой Роли Именно Даша Расновская Вы знаете Даша У нас Удивительный Человек Она Очень Универсальная Актриса Самое Интересное Что она Попала В старшую Группу Тогда Когда еще Она была В другой Другой Компании Но Нужна была Нам Вот такая Вот Героиня Там Я помню Даша По-моему Злодейка Бастинда Или Это ты в свою Группе Еще сыграла В своей Группе Она сыграла Бастинду Волшебника Зумрудного Города Вот Значит Это все Было Очень Удачно И Потом Как-то Так У нас Пошло В средней Группе Должна Была Быть Золушка Все Девочки Были Крупные Да Надюшка Она Должна Была Золушка Хрупкая Милая Появилась Даша Красновская И вот Она Сыграла Золушка Она Сыграла Главную Роль И Когда Мы Начали Подумали О том Что Будем Вот Возобновить Не то Что Возобновить Мы Сделаем Еще Раз Спектакль Делать Радуга Зимой И Девочка Где ты Живешь Мы Думали Смотрели На наших Девочек А девочки Знаете Какие у нас Под Два Метра А нам Нужна Девочка Хрупкая Милая Нежная Но Умная Талантливая С Прекрасной Профессиональной Подготовкой Даже Всем Этим Обладает Ах Какая Девочка Ты Посмотри Это Просто Принцесса Это Мальвина Ах Мальвина Вы В какой Группе В вашем Детском Саду Средний Или Уже Старший Ну Прекратите Ах Эрма Вы Нас Разили Ну Перестаньте Будьте Пожалуйста Рыцарями И Телохранителями Она Может Пробыть С нами Только До Одиннадцати Слушаемся И Повинуемся А Можно Быть Ваш Телохранитель Почему Только До Одиннадцати Даже Золушке Разрешали До Двенадцати Вы Танцевайте Принцесса Разрешайтесь Двенадцати Двенадцати Четвёртый час подряд Крушится ослеплённая От пысячей огней И мальчики с погодой Танцуют только с ней И дверь, и дверь, и дверь Останется у нас И будьте, и дверь, и приходите С класса в класс А где же эта девочка? Никто её не знал А где же эта девочка? И первый школьный бал Даша, сразу ли ты поддержала Идею режиссёров сыграть роль Девочки? Нет, сначала я хотела играть лошадь Потому что я играла Василису Прекрасную Золушку Хотелось сыграть что-нибудь такое необычное Но потом я поняла то, что лошадь Это в принципе не моё И я не смогу её сыграть так, как Надя И вот поняла то, что Анна-Мария Это явно моя роль Она какая? Она очень интересная Она выдумщица Она просто вот Они с лошадью прям Подружки-подружки Потому что они обе выдумщицы Обе прям выдумывают себе Какой-то вымышленный мир В котором иногда живут Ну, такая потешница Вся мать Вылитая мать А правда, что они поехали в Австралию и разбились возле острова Сейбл? Кто? Ну вот, её родители Во... в Австралию? Ну да И чего? И разбились возле острова Сейбл Кто? Ну, родители Анны-Мария Анны... Анны-Марии? Ну да Разбились? Разбились Это что ж, насмерть? Ну, да, наверное Ох, несчастье-то какое Как же это вышло-то? Ну, как вышло? Корабли-то не поехали Ну, и чего? Пошли на родители Так, экая даль Ну вот А возле острова Сейбл Корабль потерпел кушение И они погибли Ох, несчастье-то какое Ну, она что? Кто? Ну, это... Анна-то Мария Чьи родители? Как? Что? Спаслась? Как спаслась? Она разве с ними была? А разве не с ними? А где же? Да вы не поняли Я думала, вы знаете Как все это произошло Я? Да откуда ж мне знать, милый ты мой? Я с родово отсюда никуда не выезжаю С родово в четвертом детском садике Воспитательница работаю Тебе любой скажет Ох, несчастье-то какое И она, значит, сиротой осталась? Ох, горе У нас с Катюшки-то хоть родственников много Мать все правда по командировкам Вот мы с Петром И бабушка еще есть А та-то с кем? Кто? Я не знаю А скажите, собака у вас правда есть? Собака? Собака-то вообще Собака-то вроде Мелькала тут такая собака Да я вот сейчас ремонтом занялась Все сама-сама Да ты Рассейся пока А ты сейчас Сейчас она Она ведь у меня как стуть, Катюшка-то Как огонь Она и собаку найдет Все у ней будет Ты обожди Вам зачем собака? Ну ничего, ничего Вообще-то есть собака, есть Ты обожди Да извините, я пойду Да что ты Что ты, погоди Она сейчас прибежит Собаку найдет и прибежит Уже поздно, я пойду Нет-нет, меня мама ищет Все равно она все выберет Никакой собакой Ничего у вас нет Убежал Выдумывает Чего же она выдумывает? В твоем мире В мире Анны-Марии Появляется еще один друг Да, Гена Вот И я пытаюсь ему помочь Я мирю его с мамой И мне очень хочется ему помочь Вот Анна-Мария это человек Который Вот Не думает о себе А думает прежде всего о других Ну и вот Я пытаюсь ему всеми силами помочь Есть один эпизод О котором Даша сейчас Мне кажется скажут Тоже ей будет интересно Есть такой момент У нее Она приходит к своей двоюродной сестре Кирами, помнишь, да? А у них вечеринка Вечеринка старших ребят А мальчик остался за дверью Она зашла туда на минуточку Попроситься поиграть Его нигде не Он сейчас расскажет Его нигде не дают На скрипке И вот это я бы сказала Даша, ты скажи об этом тоже Момент искушения Когда ей хочется здесь остаться Вот скажи об этом Об эпизоде с Ирмой Я прихожу к Ирме И я очень сильно прошу Чтобы она оставила Гену Чтобы он поиграл в ванной На скрипке А у них там такая вечеринка Как бы сказать Вот И мне очень хочется остаться Там все десятиклассники Все играют Веселятся И хотелось очень познакомиться С многими ребятами Но в то же время я понимаю То, что Оставлять Гену Будет как-то некрасиво Я переступаю через себя И все же Потом вспоминаю о Гене И убегаю И мы вместе идем к тете Любе Играть на скрипке В ванной Ты выучись На ноги встань В свою квартиру заведи А там хоть вверх ногами Хоть пять скрипок играй Ну как вы не понимаете Это же скрипт Ему каждый день играть надо Ему не играть? А нам жить надо Ты без него нервы кругом А то тебе зы-зы-зы-зы Понял, Рыжий? Давай отсюда пока цел Ступай, Гена И запомни Последний раз с тобой говорим А то скрипку твою Вон А бугл хик И дело с концом Может, ты правый, сынок Стих будет Тетя Люба Ну вы же добрая Пусть он у вас поиграет У себя-то не играет Ему вот ванну подавать Да и все тут Я вот где хочешь рисовать могу Не все едино Хоть в чулане Ну здесь резона Ишь ты Это где ты его увидел-то? Ну что же делать? А что, в самом деле Знаете что? Раз вы так Ты его ты ванну Вообще никого не пущу Это что еще? Как это ты чумол думала? А вот девчонка-то чумовая А, Гена Что ж ты матерь своей Не бережешь-то, а? Вот сюда, сюда Осторожней Вот так Вот сюда Проходите Посторонитесь Аккуратно Вот сюда Вам здесь будет комфортно Вода Холодная, горячая Удобствия Какие-то Аккуратно Вот сюда Лошадь Скажите, а вам ничего Когда рядом на скрипке играть? На скрипке? Ха Да можно Гармонь-то, конечно, получше будет У нас в деревне Бывалыча Колика кривой Как ливенку-то вынесет Как елецкого-то пустит О боже, ну что это я? Скрипка? Ну, конечно, скрипка Это божественно У тебя не Страдивари, мальчик? Ах, какой я слышала Страдивари В этом Как его? А где тут холодное? Где горячее? А вот это мыло Ваше Можно я его съем? Очень я мыло люблю И зубную пасту тоже А особенно детскую Очень вкусная паста Ну, что вы Ладно, ладно Пусть играет Играй, Ена Играй И лошадка пущай живет Я ей овса нарисую А можно перегородочку поставить Лошадка пускай здесь плескается А парнишка тут пилит И дырочки не затыкай А то еще задохнешься там А дырочку-то еще О, можно навертеть Играй, Ена Играй Это дело святое Я сама люблю музыку По радио слушать Вырастешь? Не забывай об нас Мы же тебя всей душой Знаменитый будет Ни оси руки Не подаст Тупо стрел Да, конечно, пусть играет Мы подержим Раз уж нужно для искусства Талант Это большая редкость Еще бы Тут бережно надо Без крипу Кричать Вообще нехорошо А пускай сыграть, чего Сыграй, Ена Сыграй В этой пьесе много Интересных персонажей Очень много ярких персонажей Конечно же Один из центральных Это Гена Артем Сразу ли ты Вжился в эту роль? Нет Сначала Я знаю, что это был дебют Да, это мой был дебют Моя первая главная роль Ну, в прошлом спектакле Я играл Дворецкого А в этом спектакле Я изначально хотел играть попугая Я поняла Просто главные герои Вообще изначально Хотели играть животных Животных, да Абсолютно точно Но Зоркий глаз Режиссера Наверное, я понял Что-то немножко не так Заставить мальчика Весь спектакль Ходить в рыжем парике Притом чувствовать себя Органично при этом Это, конечно Задача, с которой Артемка просто молодец Особенно учитывая дебют Особенно учитывая то, что При этом надо играть характер Там сердиться Радоваться чему-то Когда произошел тот самый Переломный момент Что ты понял, что это Твоя роль И ты понимаешь этого героя И готов Перевоплотиться в него Ну, в какой-то момент На меня взошло Озарение И Мне просто захотелось его сыграть Он какой? Он Вот если Анна-Мария Фантазерка, то Гена Он одинокий Он одинокий Ему не хватает друга С которым можно Пообщаться Слово на слово Мама его Всегда занята учебой На него На него остается время Но Это больше Время, которое Как дела? Что делаешь? Какие оценки? И тому подобное А насчет друзей У него Плохо получается Ну, как ты считаешь Все-таки Это цвет волос В этом виноват? Ну, цвет волос В этом тоже виноват Дразнят Просто он необычный Да, и как часто Бывают дети Не всегда бывают добрыми Не всегда Не всегда Не во всех ситуациях Ну, и потом Мальчики Играющие на скрипке Других мальчиков Которые гантели тягают Иногда раздражают Ага, попалась! Вот она, где братцы Говорил я вам Ой, Володя, Володечка Там такая погодка Столько снега за ночь Не мило Ой, Гена И ты здесь Ты на меня не обижаешься? Я что? Наоборот Ой, Гена Яшка, и ты здесь? А ты откуда? Не откуда Яшка у нас привыкает К рыжему цвету Его задача Не сводить глаз С Генкиной головы Выполняешь, Яш? Стараюсь Ой, Шарик И ты здесь? Не ся Лидия Ивана Правда? А про скрипку? И про скрипку ничего Говорит, может нам квартиру с вами даем где-нибудь жить А что? Это идея Глубы нам всем в одну квартиру и жить вместе, а? Яшка, ты пошел с нами жить? Да я... Я как разряд получил, так у меня отец сразу... Ничего А ты, Лида Подумай Нет, я серьезно Перестань Тут дети Дети, дети Куда вас дети? Яшка, а тети Клайде сказали, где я? Сказали Ну ничего, ничего Это она шумит больше А впрочем, она тебя любит Ну, давайте собирайтесь Там такая погодка сегодня Пошли Лидия Ивана, а выглядел? Спасибо, спасибо Спасибо Сегодня Лидия Ивана Ну, я слушаю Я не понимаю Я выдумщица, да? Всего этого не существует Потому что я вот напридумываю и напридумываю Оказывается, не правда Я ведь понимаю, что я обычная девочка Из обычной школы, из маленького города Володя совсем не волшебник Глупенька Ну как же не волшебник? Он волшебник И люди всегда это Сначала мечтают, напридумывают, напридумывают А потом все получается на самом деле Ну, мы с тобой как-нибудь об этом поговорим Кто это сказал? Не помню Самая удивительная мечта Это то, что они сбываются Ну что, пойдем скорее Почти Театр это то искусство самовыражения То есть, наверное, человек как нигде Может выразить себя здесь и сейчас И выразить все те чувства и эмоции Которые его переполняют Вы знаете, что еще что очень нравится Во многих Не во многих Вообще, наверное, в каждом человеке Есть вот это творческое начало Но не всегда Мы же все играем Да, мы все играем Мы играем телевизорные роли Вам, дочери, сестер, подруги Как говорил Шекспир Бессмерть театра, люди в нем актеры Конечно, мы всегда играем какие-то роли Ведь мы к каждому другу разному К разными людьми мы ведем себя по-разному К каждому человеку новому Или мы все равно подходим по-разному Так или иначе Но театр помогает, во-первых, познать искусство перевоплощения Это первое Это очень интересно И еще театр помогает Развивает, вернее, в человеке коммуникабельность То есть они и в жизни потом легче поймут другого человека Найдут к нему способ подхода Или наоборот Увидят, какой характер у этого человека Очень много развивает Потому что театр в определенной степени Это же психологическое искусство И я думаю, что ребятам оно помогает в этом отношении Надеюсь, конечно И чувствую это, и понимаю Я на минутку зашла Мне мальчика одного ищу Лена, мальчик со скрипкой Ты захотел к вам? Со скрипкой? Нет, а что ты его ищешь? Понимаете, его обидели И совсем несправедливо Ему помочь надо Как больно И ты его ищешь, чтобы помочь? А пионерам ведь не положено франка, боже А у тебя он галстук краснеется, ишь? Как не положено франкерам? Как это не стало? Ты должна знать А это может верить? Что? Ну в Бог веришь? В Бога? И вам нет Вот, ну, вот и не повырастали Будет, будет, не темно, будет Сходи ко мне пока, ты Алексей закажешь А мы поговорим Да что ж на миникости вы говорите-то, батюшка Умалились, отдохнули бы Сходи, сходи У меня касса, батюшка Я покараулю, что батюшка Вот, где эти садки? Помочь, значит, ты ищешь А к нам стало быть впервые Нет, я в детстве приходила Все болит, и я пила И нам еще кашу добавить С изюмом Кучью А потом что? Некогда Я кино люблю Некогда Это верно Все суета, суета Времени совсем нет Господи, господи Это что же так У вас что, голова болит? Ну, не волнуйтесь Она ее сейчас принесет Пойдите, я сбегу Мне как раз в аптеку нужно Может быть, он там Спасибо тебе Добрая ты душа Глаза у тебя словно у ангелов Что же это такое? Как же так? Ну, не расстраивайтесь Сейчас пройдет Скажите, а у вас тут Никакой комнатки нету? Чтобы на скрипку не брать Ну, или, может, в ванной? В ванной? Да вот, купили только Нет, купили не подойдет Ему баня нужна Скажите, а вы что, деньги считали? Вам денег приносит Кто плохо верит, да? Да, но этого не нужно знать Это так Истинная вера Без корысти Да И добро Вот ты, мальчика, со скрипкой Ищешь, чтобы помочь Тебе от него ничего не надо Вот и мне так О, Господи, прости Класс грешно Нам бы хотелось сказать Чтобы Надежда уже тоже взяла микрофон Экстравагантную роль свою Отбивала у многих других Да, Надюшка? Нет Нет, не отбивала Она просто была сразу моя Да Нет Тоже нет Ну, как все было, Надь? Знаете, я вернулась Леток, подготовка к школе Все такое И когда я Просто встретила Наталью Ирину Валерьевну Встретила перед занятиями Вот И мне сказали, что Мы как бы хотим, чтобы ты сыграла лошадь Честно Я еще не понимала, что это вообще за персонаж И как оказалось, это Самый сложный персонаж Из всех, которых я играла И Ну и как Даша и Артем Я хотела другую роль Какую? Там много разных смешных ролей Которые я думала Мне как бы под силу сыграть Даже не под силу Они По моему характеру Хотелось попробовать Да, хотелось Темпераменту Темпераменту, да И Ну, как бы Ирина и Наталья Валерьевна Стояли на том, чтобы я сыграла лошадь А потом я поняла, что Это Тоже такая Выдумщица И Я считаю, это одна из самых сложных ролей Вообще в этом спектакле И Как бы для меня это была еще одна ступень Как бы Я считаю, моё актерское мастерство Оно улучшилось Потому что Вникнуть в эту роль Это Я не знаю Это очень сложно Потому что С чем были трудности? Со сменой Со сменой миров Потому что С одной стороны Она Лошадь Ну, как бы Обычная серая жизнь Тоскает грузы Вообще Деревенщина А с другой стороны Она Королева Живет в Королевской Конюшне У нее там Карьера Актрисы Тоже Оперная Дива Но самое главное Мы что видим Для кого Существует театр Вообще Для зрителя, конечно И они это прекрасно понимают И вот когда мы Видим И видим Как это воспринимает зал Какая тишина в зале А потом Какие благодарные аплодисменты Как они чувствуют Все нюансы У нас очень много Хорошей музыки Скрипичная музыка звучит Звучит музыка Замечательного композитора Кстати, Одинцовского композитора Марка Гройсбурга Вот Звучит в нашем спектакле И вот это все вместе Создает мир Доброты Я бы сказала Интеллигентности Такой Вот это есть В этом спектакле Несмотря на то, что Разные персонажи И тети Клани И дядя Петя И некоторые задумываются На тем, что Добрее надо быть К своим детям Внимательнее надо быть К своим детям Надо слышать друг друга Вы помните Наверное Замечательный фильм «Доживем до понедельника» И там детям задавали Описать сочинение На тему Что такое счастье И один мальчик Написал Счастье Это когда тебя Понимают Это замечательно Вот я думаю Что наш спектакль Помогает Вот именно в этом Главное Чтобы тебя понимали Это счастье Это человек Раскрывается сразу Когда он Видит, что к нему Относится С уважением С любовью Вот об этом Да, ребят Наталья Валерьевна Какой будет весна Для театральной студии Дебют Что ждет зрителей Ну, год театра Мы постараемся Фурор Шампанское Из Там музыки Смеха Юмора Опять костюмы Старинные Они чуть-чуть После золушки Отдохнули Сейчас опять Их мы наденем Мальчишки Тоже наденут Это все Котелки Смокинги Постараемся И главное Хороший юмор Хороший материал Потому что Это Сологуб Это Чехов И это Некрасов Который многие не знают Что Некрасов Оказывается писал Замечательные Выдавили Вот, так что Будем приглашать Обязательно Это концу сезона Следите за афишей Спасибо огромное Что вы сегодня Были с нами Я напоминаю Что сегодня у нас в гостях Была театральная студия Дебют И руководитель Наталья Валерьевна Примак Спасибо огромное За интересную беседу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Яazo Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...